Этика Канта Этика Канта резюмируется в его формулировке категорической императии. Она немного звучит как бы неудобоваримо и непонятно, но мы сейчас попытаемся разобрать его и выяснить, на самом деле, в чем, какой же смысл имеет содержание этого категорического императива. Категорический императив звучит следующим образом, что необходимо следовать такой максиме, которая могла бы стать всеобщим законодательством. Во-первых, что такое максима? Максима – это некое индивидуальное правило, которому следует человек. То есть, допустим, какой-то отдельный человек, у него какие-то есть его личные максимумы, которым он следует. Причем здесь всеобщее законодательство. Дело в том, что, естественным образом, если человек следует каким-то своим максимумам, то он может вступать в противоречие с другими людьми. То есть, мало ли какие человек может себе принципы взять на вооружение, мало ли какие принципы он может исповедовать. Они, на самом деле, могут вступить в противоречие с тем, что у других людей другие принципы. Что другие люди ведь точно так же свободны, ведь они точно так же каким-то максимумам своим следуют. И поэтому, когда говорится о том, что нужно следовать таким максимумам, которые могут стать всеобщим законодательством, просто имеется в виду, что вот эти максимумы разных людей не должны вступать в противоречие. То есть, нужно следовать таким максимумам, которые могут существовать непротиворечиво и не задевать максимумы других людей, которые тоже так же должны быть со своей стороны симметричны, не задевать твою максимуму. И вот все максимумы, иначе говоря, должны быть самосогласованы. То есть, фактически, речь идет о том, что люди должны следовать таким собственным принципам, собственным максимумам, что все эти и только таким максимумам могут следовать, которые могут быть приведены в какое-то взаимное согласие, в рамках единого общества. Вот это вот как бы смысл такой простой. Но на самом деле, если вдуматься, какие здесь проблемы возникают с точки зрения нашего рассмотрения этики, и даже не только нашего, прежде всего, у Максима есть нечто субъективное. Мы постоянно разговаривали об эгоизме. И одной из главных проблем у нас была проблема преодоления эгоизма. Она, на самом деле, аналогична проблеме преодоления субъективизма, философии. Потому что в философии трудно преодолеть субъективизм, трудно как бы выйти к чему-то объективному. Потому что все, что на самом деле нам дано, оно дано через нас, то есть через нашу форму, или, можно сказать, через наши органы чувств. Иначе говоря, все, что нам дано, дано субъективно. И поэтому, каким образом мы можем выйти к чему-то несубъективному, тут вот возникают как бы проблемы. Как может вообще существовать нечто объективное, если все субъективно? То, что все есть для меня, все есть для некоторого сознания. Точно так же в этике, на самом деле. Вот в этике вот этот субъективизм, он приобретает форму того, что называется эгоизмом. То есть в этике всякий раз все цели, которые я ставлю по отношению к другим людям, они всегда как бы замыкаются в то, что я могу только такие цели ставить, которые понимаю. Я могу только такие цели ставить, которые мне выгодны. В котором проявляется мое желание. На котором проявляется мое стремление счастья, стремление к удовольствию и прочее. Избегание неудовольствия, боли, страдания и прочее. То есть всякий раз я действую, я основываюсь на некого рода в своем внутреннем мире, на своей сфере субъективности. И все выводы, которые я делаю в связи со своим поведением, все они опираются на эту сферу субъективности. То есть как бы я ни действовал, что бы я ни предпринимал, я на самом деле никак не могу преодолеть сферу субъективности. Я в ней остаюсь. Потому что все, опять же, все мое поведение, оно, его, точнее, интерпретации, всегда обусловлено мной. Моим пониманием того, что должно, что как бы в данном случае правильно, каковы намерения и прочее. И вот у Канта на самом деле, когда он говорит о максимумах, ведь максимум, она точно так же субъективна, она основывается на... Это что такое личный принцип? Это тот самый принцип, который сам человек себе дал. То есть она основывается на внутреннем содержании индивида. То есть индивид имеет некое внутреннее содержание, из своего опыта он выносит какие-либо принципы для своего поведения. И вот эти принципы служат для него ориентирами, как нужно себя вести, что является нравственным. То есть иначе говоря, получается, что Кант начинает, когда говорит о максимумах, начинает с чего-то субъективного. Может ли он преодолеть субъективизм? Ведь у него, на самом деле, он говорит о том, что надо следовать такой максимуме, которая могла бы стать всеобщим законодательством. То есть на самом деле, максимум все равно остается субъективным. То есть он говорит только о таких максимумах, да, то есть те максимумы релевантны, и те максимумы являются нравственными, которые просто согласуются с другими максимумами других людей, то есть которые могут быть всеобщими, которые распространив на всех, не приводят к противоречию. То есть на самом деле, человек остается точно так же субъективностью, Точно так же в эгоизме. Потому что он все равно следует некого рода максимуму. То есть остается в субъективности. Даже, казалось бы, если эту субъективность он возводит во всеобщность, то тем не менее эта всеобщность со стороны устремления, со стороны субъективности, она не достигается. Смотрите почему. Потому что если изначально я себе беру максимум свою субъективную и пытаюсь возвести ее во всеобщность, тем самым я навязываю всеобщности свое видение того, как нужно поступать. То есть я не исхожу из того, как всеобщность устроена, и потом себе конструирую максимум. То есть обратный процесс. Вот есть некое все, как у Гигеля. У Гигеля ведь как? У Гигеля есть некая рода дух. Некоторого рода нравственная действительность, которая уже как-то устроена, помимо моей субъективности. То есть у Гигеля есть объективность, в буквальном смысле, которая является вот этой духовной нравственной действительностью. Духом является. Она в буквальном смысле представляет собой некоторое родообразование. В виде государства, в виде народа, в виде семьи. То есть это некоторые в буквальном смысле реальности. Несмотря на эти реальности, субъект соотносит уже свое внутреннее содержание, свои максимумы, свои принципы поведения. Он уже понимает на самом деле, на что нужно ориентироваться. Где ему искать каких-то подтверждений. У него есть некие максимумы, он пытается эти максимумы притворить в этой действительности. И у него возникает противоречие. Несопадение того, что он считает нравственным, и что считается нравственным в этой действительности. То есть это как в науке, когда мы проверяем теории экспериментов. Вот у меня есть какая-то моя теория. Это в данном случае теория нравственности. Я пытаюсь ее применить и проверить, на самом деле, соответствует это тому, как устроен мир или нет. То есть здесь точно так же. Вот у меня есть теория нравственного. Я пытаюсь в нравственной действительности, то есть в обществе, пытаюсь это реализовать. И вижу на самом деле, что, допустим, моя теория неверна. Потому что она приводит к каким-то последствиям. И то есть я могу теперь скорректировать свою теорию в соответствии с тем, как устроена действительность. То есть как устроено то, как на самом деле раскрывается перед одной реальностью. А у Канта не так. У Канта вообще говоря, опора на реальность является для нравственности чем-то, каким-то возражением. Потому что он стремится, как я говорил, к автономной воле, которая полностью отсоединена от всего, от всякого рода феноменального мира. Вот такая вот некая номинальная, если можно так выразиться, воля. Такая вот воля автономная, не гетерономная, а автономная. И поэтому у него проверка реальностью на самом деле не является чем-то существенным. То есть реализуется ли вот эта автономная воля на деле или не реализуется? Это для Канта вообще не важно. Важно, что на самом деле сама воля есть. И вот она как-то там себя осуществляет. Даже если она не может реализоваться в принципе. Канта вообще как бы все равно. У него же даже по отношению к этой возможности реализации возникают только гипотезы. То есть это даже не действительность, как у Гигеля, а какие-то гипотезы. И непонятно на самом деле гипотезы. Почему гипотезы? Потому что их никогда нельзя доказать. Никогда нельзя удостовериться на самом деле, что эти гипотезы реально не гипотезы, а некая действительность. Ну вот эти гипотезы это связаны с тем, что мы люди действительно свободны. Что как бы есть Бог, да, вот и есть как бы бессмертие. Бессмертие нужно для того, чтобы реализовать нравственное устремление, потому что оно требует бесконечного совершенствования. Вот его, чтобы реализовать бесконечность, требуется бессмертие. Но вопрос даже не в этом на самом деле. Так вот вопрос состоит в том, что Кант не может преодолеть субъективность. Он на самом деле устремляет эту субъективность к некому пределу. То есть, предъявляет этой субъективности некое требование самосогласованности с другими максимумами других людей. То есть, откуда все общество берется. Но тем не менее, в силу того, что изначально максимум в своем содержании она субъективна, она так и остается субъективной. Она не может ее преодолеть, даже если она является субъективностью самосогласованной. Это первое такое замещение. Получается, что у Канта на самом деле этика представляет собой ничто иное, как способ, попытка самосогласовать эгоизмы. Вот есть множество эгоизмов, каждый субъект эгоистичек. Но надо сделать так, чтобы они друг друга не убивали, чтобы они были самосогласованной эгоизмой. Поэтому у них эгоизм немножко ограничивается, не все позволено. Не полный произвол. Позволено только нечто, что у самых согласуется с произволом других. То есть, другие точно так же ограничивают свой произвол. Вот некоторого рода то, что я называл всегда формальной этикой. То есть, формальная этика и состоит в том, что я ограничиваю свою свободу, чтобы дать свободу другому. Точно так же и здесь. Каждый ограничивает свою свободу, чтобы дать свободу другому. А как он его ограничивает? Он ограничивает ее тем способом, что вот эти вот сферы, вот моя сфера субъективности, Представляется бы, с точки зрения этики, некоторого рода сферу свободы. То, что мы называем в метафизике сферой субъективности, я никак не могу эту сферу субъективности покинуть, потому что все для меня субъективно. Точно так же, эта же сфера субъективности в этике становится сферой свободы. Есть некая моя сфера свободы. Я, как говорил, первоначально эта сфера свободы представляет собой некую бесконечную сферу, потому что она не бесконечна в смысле моих возможностей, но бесконечна в смысле того, что она ничем не ограничена. Первоначально она некого рода произвол. Вот когда на необитаемом острове человек один, то у него сфера свободы, она как бы ничем не ограничена, ну, кроме, понятное дело, что его физическими возможностями, его психическими, физическими, имущественными и прочими возможностями. У человека, потому что не бог, у бога эта сфера действительно бесконечна. А у человека она ограничена, просто физически ограничена. Но на самом деле, все равно она достаточно широкая, потому что она произвольная. И только тогда, когда возникает другой человек, я вынужден эту сферу своих возможностей ограничить. Потому что у другого есть точно такая же сфера, и наши две сферы в чем-то пересекаются, и мы договариваемся с тем, чтобы в местах пересечения друг друга ограничить. Допустим, одному человеку хочется другого человека, допустим, ножом ткнуть. Он же произвол же, что хочу, то и творю. Но если я его буду ножом тыкать, то я нарушу его свободу. Поэтому мне тыкать его ножом нельзя, точно так же, как и ему нельзя меня тыкать. И вот это некий пример. И так вот, в принципе, интуитивно понятно, что у каждого человека... Тогда и у Христа формально эти, потому что тоже не делать другому, что не хочется. Нет, конечно. Потому что на самом деле я и хотел сказать, что вот этот категорический оператив, и то, который выражается, если брать эту систему в таком более приемлемом виде, представлять свою формальную этику, на самом деле есть не что иное, как иное выражение золотого правила. Не делай другому то, чего ты не хотел бы, чтобы делали по отношению к тебе. То есть, на самом деле, все эти виды этики, есть просто выражение этого золотого правила. А именно, если теперь золотое правило формулировать в более таких формальных терминах, то оно состоит в том, что на самом деле, поскольку существует симметрия, поскольку в отношения вступают две равные свободы, и поскольку эти свободы равны, то они должны друг друга симметрично ограничить. И вот это вот симметричное ограничение и есть, на самом деле, золотое правило. То есть, золотое правило, оно ограничивает, оно создает симметрию в отношениях. Но сейчас мы еще, на самом деле, про поводу симметрии, дальше продолжим. Тут есть два интересных примера. Два интересных примера, состоящих в том, что симметрия может быть пассивная и может быть активная. Вот смотрите, в чем состоит пассивная симметрия. Пассивная симметрия состоит в том, что когда две свободы ограничили, свобода ограничила каждая сама себя, чтобы дать свободу другому. Когда две свободы находятся в неком состоянии статиса, это как бы две сферы, внутренняя свобода которых не соприкасается. Да, у них нет пересечений. Тогда получается так, что теперь у каждого не произвол. Внутри сферы его свободы нет произвола. Каждый человек внутри своей сферы действует как хочет. Поскольку его действие внутри сферы свободы никак не затрагивает свободу другого. Точно так же и другой может действовать внутри сферы, как могут заблагорассудиться. И пока они не нарушают границы друг друга, они на самом деле никак не могут друг другу совершить ни зла, ни добра. Ну просто сферы, просто разграниченные сферы, они просто не взаимодействуют никак. Ну вот как бы если начертить это, просто налезите две сферы. Они никак не взаимодействуют. Но тем не менее... Можно думать о чем угодно. Да, можно думать о чем угодно, можно действовать внутри сферы как угодно, если не затрагивает другого и так далее. На самом деле, вот такое состояние этики, оно пассивно. Этика здесь присутствует. Почему? Потому что я соотнесся с другим и ограничил свою свободу. Потому что в нормальном состоянии, в естественном, где-нибудь там на небитаемом острове, у меня нет никакого такого ограничения. Но у меня есть ограничения физические, психические и прочие. Естественные ограничения, связанные с моей природой. Но у меня нет никакого социального ограничения, связанного с тем, что я почему-то еще и свободу свой произвол должен как-то ограничить. У меня такого нет. И поэтому, когда у меня возникает такое ограничение, это ограничение связано именно с этикой. И поэтому в таком статическом состоянии, когда две свободы, просто как два шара, которые никак не соприкасаются, существуют, это состояние этики. Но это состояние этики пассивное. Это как бы состояние этики такое, как мы говорили, про атомарное. То есть каждый отъединился от другого, каждый живет в своей башне слоновой кости, никак не проникает к другому. Каждый живет своей частной жизнью. В английской литературе это состояние называется privacy. У человека есть личное пространство, он в этом личном пространстве может заниматься чем угодно. Его лично, чем угодно, никто не имеет права в него вторгаться, потому что это никак не затрагивает свободу другого. Если, конечно, затрагивает, это другой разговор. Когда сфера пересекается, когда человек на самом деле наступает на свободу другого, то сразу возникает требование закона, требование этики и прочее. Но пока внутри своего личного пространства находится, он может делать все, что угодно. Это как бы его право. И это его право, оно как раз формулируется таким термином, как privacy. Как личное пространство. И вот в такой системе, в системе privacy, есть некого рода мертвая этика, потому что она пассивная, потому что люди с друг другом не соприкасаются. Они как бы отъединились, стали автономными, стали то, что называется, личностями. У них у каждого личное пространство. И они как бы сосуществуют. Такая система сосуществования таких личностей. Отграниченных друг от друга субъектов. Но вот есть другая ситуация, ситуация активности, когда вот эти вот две сферы пересекаются. Причем они пересекаются не в смысле плохого, а в смысле того, что в принципе нам ведь свойственно общение. И мы не можем на самом деле не входить в пространство другого человека. Так уж устроено. Мы просто сами желаем на самом деле, чтобы другой человек вошел в наше пространство. Например, мы вступаем в некие дружеские связи, а ведь дружба, она вот именно своего рода тесные взаимоотношения. То самое тесное взаимоотношение, где вот наша свобода и пересекается. Или создаем какие-то коллективы, или создаем, например, семьи. И как бы семья, опять же… Любое сообщество. Да, любое сообщество, потому что в этой сообществе уже люди друг другу зависят, и их свободы уже пересечены. И тогда действие одного, на самом деле, тогда действие одного задевает и другого. Он же тогда не может что-то в своей сфере, как бы находясь, уже как бы делать, что хочет. Он еще должен больше себя ограничить, потому что он понимает, что поскольку его свобода пересечена со свободами других, то его действия, они на самом деле отражаются и на всем другом коллективе. То есть, вот такая вот более активная этика, она чревата тем, на самом деле, что… Ну, если мы возьмем пару, не будем брать большие коллективы, возьмем двух людей пока. Вот два человека пересекли, пересекли свои сферы свободы. Она просто чревата тем, что могут возникнуть всякого рода проблемы, политические проблемы. Вот то, что мы рассматривали в этике добра, когда говорили о том, что человек может стремиться к другому принести пользу, то есть, стремиться к добру, а на самом деле приносит вред. Вот это все возникает именно тогда, когда вот эти сферы свободы пересечены. То есть, вообще любая активность по отношению к другому человеку, она неизбежно представляет собой ничто иное, как на самом деле проникновение в эту чужую свободу. Вот ты хочешь другому человеку помочь, ты должен войти в его личное пространство, на самом деле, так сказать, и в этом пространстве как-то действовать. Так вот, получается, что на самом деле категорический императив реально не работает как в отношении этики, вот этой активной части этики. Она работает в смысле пассивной части этики, которая называется формальной этикой, но не работает в смысле активной части этики, которая на самом деле и составляет то, что мы называли этикой добра. Почему она не работает формально? Это в активной части этики. Потому что, как Кант говорит, надо осуществлять на свою максимуму. Нужно взять эту максимуму и распространить на всех. Если она не противоречит тому, что все будут этой максимум придерживаться, значит, ее можно использовать. Но на самом деле, когда я попытаюсь, допустим, максимуму, ну какую-нибудь простую максимуму, помогать другим людям, я распространю ее на всех, но все будут друг другу помогать. Это ничему не противоречит. Это хороший максимум. Я буду ее преследовать. Но ведь на самом деле помогать другим людям, это вторгаться в чужую свободу. Это ведь своего рода можно рассматриваться как навязчивая услуга. Я, может, не хочу, чтобы ты вторгался в мое пространство. Не говоря уже о том, на самом деле, что значит помогать другому человеку. Например, какой-нибудь спортсмен почему-то считает, что нужно каждое утро бегать на зарядку, мыться в холодном душе, а днем ходить на тренировку и так далее. И что значит будет… Ну как бы, допустим, он посчитает, что помогает всем, что все должны бегать на зарядку, все должны мыться в душе холодном и обязательно заниматься спортом. Но вообще-то говоря, это нарушение свободы. И даже если какие-то люди согласятся с ним и поведутся, да, и согласятся с этой помощью, но многие откажутся, почему человек навязывает некое свое представление о должном. Причем я как раз беру такой нейтральный пример, чтобы здесь не возникали такие всякого рода нюансы. А ведь это полезно. Да, и будут говорить, что это полезно, будут говорить, что сам спортсмен будет считать, что это добро. Намеренное принесение пользы. Да, он ведь на самом деле из своего опыта лично знает, что это действительно польза, что он чувствует себя лучше, да, вот он за это, что как бы у него и самочувствие, и здоровье его лучше. И он будет считать, что и другим это все полезно, и будет это навязывать. Но это ведь навязывание, да, вот это вот нарушение чужой свободы на самом деле может обернуться вредом. Быть может, у кого-то, на самом деле, не такое здоровье, он просто надарьется. Да, он просто, я, может, ему на зарядку противопоказано бегать, или еще что-то в этом роде. То есть, вот поскольку это максимум, на самом деле, который будет придерживаться человек, этот спортсмен, навязывая свое представление о должном, в данном отношении, в смысле здоровья, да, поскольку это максимум является некой субъективной максимой, и не учитывает, на самом деле, содержание, ведь у него же формальное исполнение максимума, достаточно того, чтобы формально, как бы посчитал, что он будет эту максимуму воплощать ради нее сама. И все. И будет ее давить, невзирая на то, что она содержательно многим просто неприимным. И получается, что, на самом деле, этика не работает. Что вот эта вот формальная этика, да, этика Канты, когда речь заходит о конкретности добра, и мы ее обсуждали, когда речь заходит о том, что надо, что добро должно быть объективным, да, а не только субъективным, она как бы вот надламывается, на самом деле. Она показывает границы своей применимости. То есть, пока речь идет о прайвисе, да, пока речь идет об автономных, отграниченных друг от друга индивидах, да, которые не соприкасаются никак и не пересекаются, этика работает. Как только, на самом деле, мы говорим об активности, когда свободы пересекаются и надо как-то действовать, сразу возникает проблема, что вот этот категорический империатив, он не работает. Не говоря уже, на самом деле, еще о большем, о большей проблеме. У Канта есть еще такая проблема, на самом деле, что ведь она формальна и не говорит о содержании того, о чем идет речь. А ведь фактически, на самом деле, эту этику можно переначить, например, в воровскую этику. Вот я когда-то говорил, на самом деле, что воровство, если ее распространить на все общество, оно противоречит, да, и это как бы устройство общества, что оно не может стать всеобщим законодательством. Но, на самом деле, если вдуматься, это ведь не так. Ну, посмотри, если, например, какой-то человек посчитает, что у него максимум воровать, но он признает параллельно, что он соглашается с тем, чтобы и у него воровали. Пусть у него скажут, да, вот я так, я согласен, чтобы у меня воровали. Я ворую и считаю, что воровство – это нормальный способ. И у него тоже, он соглашается с тем, что и пускай у него, если кто-то сможет, пусть у него тоже своруют. И тогда получается, что воровство становится всеобщим законом на том основании, на самом деле, что все друг друга воруют и как бы собственность перетекает из одного кармана в другой. Здесь никакого противоречия нет. И получается, что на самом деле это этика, да? Такая этика существует реально. Правильно, воровское сообщество как живет? Ну, на самом деле воровское сообщество, оно не последовательно. Такая этика существует, я читал, есть племена, короче говоря. А что вы видите, господин? Вот Спарта, где считал, что воровать это ничего не плохо, плохо попадаться. Что можно было воровать, пожалуйста, воруйте друг у друга. Если тебе надо, можешь воровать, только не попадайся. То есть, на самом деле, вот такая воровская этика, да, то есть, с нашего представления, вроде бы, воровство, это как бы, как ни крути, это ведь нарушение свободы, да, это предсвоение чужой собственности, это на самом деле нарушение пространства чужой свободы. Но, тем не менее, опять же, этика Канта дает здесь сбой, потому что в его понимании, да, в его понимании, такая максимум, что можно воровать в случае как бы симметричного применения, она точно так же становится всеобщим, может стать всеобщим законодательством. И получается, что в принципе категорический императив, он не представляет собой, на самом деле, норму нравственности. В принципе. Он представляет собой норму, если дальше следовать, он представляет собой норму права. Вот сейчас я попытаюсь это обосновать. Дело в том, что я вот задумался за тем, что такое всеобщий законодательство. Вот, допустим, вот берем какую-нибудь максимум, как ее возводят во всеобщее состояние. Это что, я должен спросить, как бы, что согласны ли все другие, как бы, с тем, что вот это максимум применялось бы. Ну, допустим, я... Ну, да, ты должен спросить. Ну, всегда ведь... Ты должен спросить себя, как бы, исходя из своего опыта, решить, согласны ли все с этим. Ну, например, мы говорим, что собственность неприкосновенна. То есть, мы должны всех спросить, что собственность неприкосновенна. И все тогда скажут, да, собственность неприкосновенна. Но всегда ведь найдутся... Это вопрос опадает. Нет, подожди, но всегда ведь найдутся люди, которые посчитают, что это не так. Конечно. Это просто обыкновенная ситуация, что на самом деле при возведении во всеобщность всегда будут существовать, если мы говорим о некотором роде согласии, несогласные с любым утверждением. Вот какое бы утверждение мы ни взяли, всегда найдутся там несогласные с тем, что это максимум может быть распространено на всех. Ну это еретики. Нет, поэтому дело не идет о неком согласии, на самом деле. С другой стороны, понятно, что дело не идет о некотором роде историческом законодательстве. Дело не идет о том, что может стать всеобщим законодательством, то есть в какой-то исторической перспективе эти законы примут, а сейчас они как бы не приняты. Или речь идет о том, что какой-то закон принят, он может быть глупый, но раз он принят, значит он может стать всеобщим законодательством. Ну, допустим, принят закон о том, что, допустим, варвары должны быть рабами, что раб – это, как бы, орудие производства. Ну, и, типа, и нормально, как бы. И получается, что тогда максимум о том, чтобы делать варваров рабами, может стать, поскольку она является по факту всеобщим законодательством где-нибудь в Риме. Что же она тебе является нравственной теперь, что ли? Да. Ну, это же глупости, правильно? Не об этом речь идёт. Не идёт на каком-то историческом законодательстве. Если вдуматься на самом деле, о чём говорит Канн, Канн говорит о том, что вот есть некое идеальное законодательство, некого рода идеал, вот есть как бы, вот, некого рода разумность есть, да? И вот если с этой позиции разумности выписать некого рода идеальное законодательство, которое полностью взаимосогласовано во всех своих проявлениях, да, то он говорит о том, что человек должен следовать максимуме, которое может стать вот этим идеальным всеобщим законодательством. Не всеобщим законодательством, а конкретным. Какой-то конкретный исторический период, например. Не все в общем законодательстве в смысле согласия многих отдельных индивидов. Я твою мысль понял, что тут разумность не подходит. Потому что разумность поддается совершенствованию. И так как совершенство не может убавляться или прибавляться, то и законодательство будет меняться. Правильно. Так это вопрос как раз к тому, что ничего идеального на Земле не бывает. И опять же, замечательно. Почему здесь я говорю об идеальном? Потому что точно ведь так же у Канта для того, чтобы реализовать эту нравственность, нужно некое идеальное условие, а именно гипотеза бессмертия, гипотеза о Боге. Опять же, некого рода идеальности. У него везде, куда ни возьми, у него на самом деле вся нравственность, она вот именно базируется на долженствовании. Причем на долженствовании в смысле идеального. Вот идеального не в смысле идей, а идеального в смысле некого идеала. Понимаешь, вот некий есть идеал нравственности, да? И вот надо вот этот идеал нравственности воплощать. То есть фактически, речь о чем идет, если теперь повторить, да? Что нужно следовать такой личной максимуме, которая может быть законом вот этого идеального законодательства. То есть фактически речь идет о том, что ты должен исполнять, в своих конкретных действиях должен стремиться исполнять некого рода закон идеальный. То есть фактически речь идет просто о праве. Вот ты об этом помнишь? Об идеальном. Идеальном праве речь идет. То есть это на самом деле ненравственность. У классической философии есть некоторого рода проблема, что у них право и нравственность как-то друг друга перетекают. Но на самом деле мы понимаем прекрасно, что это разные вещи. Нравственность это одно, право это другое. Право оно связано с законами, право оно связано со свободой, но со стороны как бы некоторого всеобщего учреждения. Вот то, что называется всеобщим законодательством, допустим, и так далее. А нравственность, она связана с конкретностью человека, с его действием, в смысле его конкретности. Фактически Кант утверждает, что твоя нравственность есть не что иное, как право. Что у него моральность равно праву, равно нравственности. Что это одно и то же. У него нет различия, получается, что не между моральностью, нравственностью и правом. Это на самом деле фундаментальная проблема. Вот если так вдуматься, он говорит, что нравственность является такое следование максимуме, которому является на самом деле следованием закона во каком-то идеальном всеобщем законодательстве. То есть, на самом деле, есть не что иное, как фактически некоторое родное исполнение, некоторое родное долга, право. В смысле, право, долго. Вот у Гегеля, если опять же сравнивать, у него немножко не так. Потому что у него в нравственность, у него как получается, у него в нравственность входит право, но помимо права входит еще обычай, еще входит как бы вот некоторого рода интуиция, какая-то в виде совести и прочее. То есть, у него на самом деле нравственность, оно шире права. Право составляет только часть нравственности у Гегеля. А тут получается, что просто нравственность, моральность и право просто это одно и то же. И причем, почему это так еще опять же? Потому что у него вот это всеобщее законодательство, это есть некое всеобщество. Это опять же вот то, что выражается, ну что такое законодательство? Законодательство всегда должно выражаться в некого рода всеобщих представлениях. То есть, у него максимума должна быть сформулирована в некого рода всеобщих представлениях. То есть, сформулированы как закон. И вообще у него везде речь идёт о нравственном законе. То же самое интересное, напоследок, говоря о Канте, что если резюмировать, что пытается добиться практической философии в этике Кант, то получается, что Кант пытается субъективность, пытается достигнуть некого идеального морального эгоизма. То есть, у эгоизма тоже есть некого рода предел, такой идеальный предел, когда эгоизм на самом деле достигает некого, можно сказать, совершенства. Ну, есть эгоизм простой, произвольный, произвол. Типа, что хочу, то и ворочу. Как мне выгодно, так я и действую. Ну, это эгоизм такой примитивный, потому что такой эгоизм, это всякий раз как бы наталкивается на препятствие, на другой эгоизм, и получает возмездие, как всегда бывает, как силы. Тут работает просто сила действия и противодействия. А вот как найти такой эгоизм, который был бы совершенный? Совершенный моральный эгоизм. Совершенный моральный эгоизм состоит в том, что когда я действую, исходя из некоторого рода максимум, эгоистически, потому что содержание этих максимум, оно порождено мной. Оно не взято откуда-то, оно не взято ни из обычаи, ни из совести, а просто является порождением моего сознания. То есть я, ведь я же как действую? Я беру максимум свою и пытаюсь понять, можно ли ей действовать или нет. То есть, иначе говоря, я беру как бы то, что возникает в сфере моей субъективности, возможности свои, да, и прощупываю, могу ли я так действовать. То есть могу ли я свой эгоизм как бы распространить, могу ли я вообще свой эгоизм как бы распространить дальше? То есть могу ли я сферу эгоизма как бы замкнуть? Самое интересное, что на самом деле, что вот в этой нравственности, которую Канта исповедует, у него там, если посмотреть, в самой работе «Критика практического разума» звучит такое интересное, что следование своему долгу, да, исполнение долга, связано с уважением к самому себе. То есть человек, исполняющий долг, он себя уважает. То есть если вдуматься, как бы вот это вот замыкание эгоизма, оно и происходит тем способом, что человек себя уважает, уважает себя в своих поступках. То есть это просто наглядно показывает, даже вот если брать уже психологический момент, что здесь речь идет именно об эгоизме, и никакой эгоизм не преодолевается. То есть Кант на самом деле эгоизм не смог преодолеть. То есть как в метафизике он остался, в некой субъективной позиции, да, и философия его является субъективным идеализмом. Так точно и в этике он остался в некой субъективной позиции, которая называется эгоизмом. И этот эгоизм просто доведен до совершенства, является некого рода моральным эгоизмом. И в этом моральном эгоизме имеется субъект, как бы получает некое моральное удовлетворение в виде, как бы, уважения к самому себе. То есть вот такая вот завершенная философия эгоизма такая, да, субъективизма такая в широком смысле. В метафизике субъективизма, а в этике как бы эгоизм. И только Гигель на самом деле смог этот эгоизм преодолеть. Причем преодоление его эгоизма у него тоже интересно. Он просто утверждает, фактически еще другого не остается, что существует, помимо нашего внутреннего побуждения, вот нашего, наших максим, да, наших принципов, существует еще сама некая нравственная реальность, да, вот некая, то, что называется нравственная действительность. То, что реальность, слово относится к природе, а действительность – это то, что мы сами творим, да, это относится, как бы, к некой искусственной среде, в которой мы живем. Вот есть некая нравственная действительность, И мы должны сверять наши максимумы, нашу этику личную с этой некоторой реальностью нравственной. И это уже другая позиция. И как раз уже, когда мы говорим о Гегеле, мы можем говорить о том, что в философии Гегеля эгоизм может быть преодолен. Потому что человек на своем опыте, индивид на своем опыте может столкнуться с тем, что его личное представление о нравственном поколеблется в связи с тем, что оно неосуществимо. Потому что оно на самом деле в самой действительности не таково.